Некоторые думать об этом начинают, когда уже две полосочки на тесте, а некоторые вообще не начинают думать. Отроди, просто роди, роди и все пройдет вообще. Но о каком здоровье можно говорить? Тем более не будет желания размножаться, то есть секс просто отключит ваш организм. Это не потому, что беременным нельзя, это потому, что на беременных никто опыты не проводит. Беременность не оздоравливает организм. Это большущее-большущее заблуждение. Мне мама моя говорила, что беременность омолаживает организм. Ну, видимо, тогда ходила такая байка, что ли. Сейчас, как нутрициолог, я понимаю, нифига она не оздоравливает организм. Наоборот, обедняет и еще как, все забирает вообще так, что потом поди восстановись. Сыпаться начинаешь просто по всем фронтам. Поэтому к беременности надо готовиться. Но даже если у нас гинекологи говорят, что когда приходят девочки с эндометриозом, со всеми вот этими проблемами, они говорят, роди, просто роди, роди и все пройдет вообще. На самом деле нет, конечно, это все только усугубится. На какое-то время это отступит, пока вы будете на окситоцине там и кормить ребенка. А потом все это вернется и еще даже с большей силой и с большей глубиной проблемы. Ну, кто ж об этом думает-то? Поэтому, если вы уже столкнулись с этой ситуацией, что после родов вы чувствуете себя как старая развалина, сыпятся волосы, кожа стала дряблой, зубы крошатся, ну и так далее, да? Не говоря уже про самочувствие, про желудочно-кишечный тракт, то срочно, срочно, срочно восстанавливаться. Ни в коем случае не игнорировать это состояние. Почему? Потому что беременность – это когда организм работает за двоих. А если в беременность вы входили в дефицитном состоянии, то есть ваш организм и вас-то с трудом мог обслуживать, то, конечно, беременность сильно вас пошатнет. По факту даже здоровая беременность – это физиологические патологии. Одна из патологий – это инсулинорезистентность. Она запускается, физиологическая, но после беременности предполагается, что она проходит. Если же мы не готовились к беременности, в беременность зашли уже в истощенном состоянии, то эта инсулинорезистентность не пройдет, а она перейдет в хроническое состояние. Еще одно состояние – это железодефицит. А когда ребенку и вам нужно железо, работает теперь организм за двоих, и вот по факту железо становится мало. И третье состояние – это гипофункция щитовидной железы. Когда вы уходите в физиологический гипотириоз, потому что гормонов щитовидной железы теперь должно тратиться на два организма, и поэтому в беременность это нормально, считается вариантом нормы. Предполагается, что здоровый организм, после того, как он родил и выкормил грудью, все возвращается к нормальному состоянию, и все эти физиологические состояния проходят. Но к беременности никто сейчас не готовится. Некоторые думать об этом начинают, когда уже две полосочки на тесте, а некоторые вообще не начинают думать. И вот когда наша беременная ест булки, например, ну, конечно, ее тянет на них, там, сахарочек, выпечку, и говорит, я не могу, вот я так, у меня так было, да, я не могу, аж до трясучки мне хочется этих булок, то надо иметь в виду, что, например, глюкоза, вот из этих булок, быстрые углеводы из сахара, из булок, она легко проникает в плаценту. А, например, инсулин, он не может проникнуть в плаценту, и поэтому получается, что вся эта глюкоза достается маленькой поджелудочной железе вашего ребенка. Ваше здоровье ухудшается, и его здоровье ухудшается. Если мы говорим, например, про тиреоидные гормоны, то их тоже будет недостаток. А был ли их достаток, когда, например, беременность начиналась, потому что зачастую вот эти вот все гипофункции щитовидной железы, они не диагностируются анализами. Это состояние, это наша вот эта симптоматика, когда мы, ну, чувствуем какие-то изменения, но не обращаем на них внимания и пытаемся их решить локально. Так вот, такой организм после беременности будет сыпаться. Будут сыпаться волосы, потому что организм у нас тратит белок уже на двоих. А что такое белок? Белок – это переносчик всего, то есть транспортная функция у него. Белок – это строитель ваших новых клеток и ребенка. Белок – это ферменты ваши, например, для того, чтобы у вас все усваивалось и все выводилось, потому что для детокса тоже нужны ферменты. И вот как раз по белку мы очень сильно дефицитны. Железо. Железо – это клетки, например, мозга вашего ребенка. И сформируется ровно столько клеток, сколько у вас есть железо. Больше не сформируется. И развивать вы будете вот только то, что сформировалось. А когда железа не хватает, и вам выписывают препараты железа, у меня вот часто девочки такое говорят, они говорят, да я не могу, но я начинаю пить железо, у меня обостряется молочница. А это о чем говорит? Это говорит о том, что в кишечнике давным-давно уже был бардак. И патогенная флора разрослась. И, конечно, кандида, она любит железо, она любит сахар, она любит ваши минералы железа в том числе. И, конечно, она на них растет. И получается такой замкнутый круг. Вам выписывают железо, обостряется молочница, на молочницу выписывают антибиотики. Но о каком здоровье можно говорить после беременности? Конечно, будет дряблая кожа, конечно, будут сыпаться волосы, конечно, не будет вообще никакого желания жить, а тем более не будет желания размножаться. То есть секс просто отключит ваш организм. Он подумает, нет, 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 больше мне точно не надо. Я вот себя бы как-нибудь там поддержать. И поэтому беременность – это состояние тотального истощения, к которому надо готовиться. Сейчас в беременность нельзя заходить с дефицитами. Сейчас в беременность даже нельзя заходить в ровном состоянии. С профицитом надо заходить. И очень плотно держать руку на пульсе всю беременность. Потому что в беременность обязательно надо витаминно-минеральные комплексы, обязательно надо витамины и минералы в двойном количестве. И когда на витаминках пишут противопоказания беременность, это не потому, что беременным нельзя, это потому, что на беременных никто опыты не проводит. Но беременным нужны эти витамины, обязательно. Есть, конечно, такие категории беременных женщин, которым нужен уже индивидуальный подход, это когда уже беременная имеет какой-то диагноз. Я сейчас говорю в среднем по больнице про всех беременных девочек, которые не имеют каких-то серьезных патологий, но таких сейчас все меньше и меньше, практически единиц. Ну так вот, организм после беременности это пустой сосуд, и этот сосуд надо наполнять. Но прежде чем его наполнять, прежде чем закрывать дефициты и бежать пить какие-то витамины и минералы, надо понять, усваиваются ли они у вас. Потому что, скорее всего, уже нет, скорее всего, у вас не будут усваиваться минералы, все будет мимо уходить, скорее всего, не закроются дефициты жирорастворимых витаминов, все будет мимо, потому что желудочно-кишечный тракт не работает. Поэтому надо восстанавливать желудочно-кишечный тракт, то есть надо озаботиться, есть ли у вас ферменты для усвоения углеводов, жиров и белков, для того, чтобы закрыть дефициты по строительному материалу. Потому что строительный материал в нашем организме это жиры, белки и углеводы. Из этого организм строит. А при помощи чего он строит? При помощи витаминов, минералов и фитонутриентов. Так вот, это все должен нам обеспечить желудочно-кишечный тракт. Поэтому надо разобраться, как он у вас работает. Достаточно ли у вас кислотности для усвоения белка и аминокислот? Достаточно ли у вас желчи и хорошо ли она оттекает для того, чтобы жирорастворимые витамины усваивались, в том числе витамин D, который очень сильно нужен вам, особенно после беременности? Достаточно ли у вас, например, витаминов группы В, чтобы восстановить нервную систему, чтобы восстановить микробиом в кишечнике, чтобы более или менее закрыть воспаления, которые после беременности, скорее всего, в том числе есть? И для этого надо обратить внимание на образ жизни, обратить внимание на то, как работает желудочно-кишечный тракт. И только потом уже закрывать дефициты витаминов и минералов. Девочки, я понимаю, что когда уже гром грянул, то есть вы уже родили ребенка, и вы уже в состоянии истощения, и уже имеете вот эти проблемы с кожей, волосами, энергией, уровнем энергии, то, конечно, назад уже не отмотать. Понятно, что сейчас я могу вам долго рассказывать, что готовиться надо было вообще-то к этому всему, но уже все, уже все произошло. Поэтому сейчас надо принять, что ваш организм в истощении, принять, что он не восстановится сам по себе, если вы не обратите на него внимания и не поможете ему. Принять, что ребенок забирает сейчас у вас очень много ресурсов через эмоции, которые вы должны отдать ему, через время, которое вы должны отдать, через бессонные ночи. И поэтому к организму сейчас, к вашему, нужно пристальное внимание. Для того, чтобы понимать, как он работает, где его слабые стороны, в какие дыры утекает и через что восстанавливать его и закрывать дефициты, для этого надо разобраться вообще конкретно с вашим организмом, конкретно с вашим желудочно-кишечным трактом. Для этого три бесплатных видеоурока по ссылке в описании к этому видео, чтобы вообще понять, с чего начинать и как продолжать. Потому что вам, ребенка, еще воспитывать и силы, энергия и, в принципе, интерес к жизни вам еще, ой, как пригодятся, не говоря уже про ваши волосы, кожу и внешний вид. Надеюсь, это видео было вам полезно. С вами была Марина Жигульская. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok